Настал день, когда нашей главной заботой стал поиск еды, а не выхода из подземелья. Так же есть хочется. Если в моих венах и правда течёт железо... Может, я могу съесть этот камень? Эй! Что там у тебя? Ты прячешь от нас еду? Прекрати! Что ты творишь? Маленький крысёныш! Давай поговорим снаружи. Ты пугаешь сэнши. А затем наступила полная тишина. Что там случилось? Где Бриган? Хватит вопросов. Снаружи лучше не выглядывай. На нас снова напал Грифон. Я убил Грифона, но тот успел сразить Бригана. Давай съедим этого Грифона. Если приготовим суп из этого, то сможем продержаться ещё много дней. Мясо Грифона было попросту сварено в пустой воде. Оно воняло, было жёстким и отвратительным на вкус. Но я набросился на него, словно дикий зверь. Я медленно доел всё до последней капли. Меня очень пугает то, что я не знаю, правда ли то мясо принадлежало Грифону. И именно поэтому я и убежал от Грифона. Я очень боюсь узнать правду. Поверить не могу. Сэнши. Может, всё-таки приготовим Грифона? Что? В смысле, было бы грустно, если бы эта мысль мучила тебя до конца жизни. Уверен, что тот двор, в который приготовил суп, не желал бы тебе такой судьбы. Если вкус будет такой же, то ты снимешь грудь со своих плеч. Ну а если нет, то... По крайней мере, ты будешь знать наверняка. Сомневаюсь, что он хочет это знать. Да что с ним не так? Ты прав. То, что тебе довелось тогда отведать, не было Грифоном. Что?